всем привет наконец-то я купила пеноплекс который уже не знаю целый месяц она хочу купить все никак не дайте до магазина вот купила теперь у меня новая проблема его нужно же нарезать видите там немножечко у меня в ведерочке я уже порезала на самом деле так очень как так сказать хлопотно резать вот это все лично мне это быстро надоедает вот и плюс у меня нет условий чтобы это резать это надо какую-то доску подкладывать под него чтобы ножом отрезать тоненькие полосочки потом эти полосочки вырезать на кубики вот у меня как бы ответили на полу немножко тут пристроилась но так как ламинат и какой досочки у меня тоже нету для этого все я делаю муж сказать на весу ну чтобы пол не испортить на коленках вот вот сейчас нарежу вот такое небольшое ведерочко вот и хочу посадить туда нашу первую орхидейку из реанимации которая я вам покажу какую вот эту наверное я хочу посадить у которой корни так пошли в раскоряку все хочу ее посадить 1 попробовать посмотрим как она будет себя чувствовать в таком субстрате то есть корни тоже пошли нормально на дно и налью воду как закрытой системе я думаю что то есть как бы без разницы конечно что она в банке стоит что просто когда вот этот пеноплекс его поливаешь немножко он так чуть-чуть вот с него вода соскальзывает но какое-то время на нем она остается она не впитывается но остается то есть он такой немножечко влажный какое-то время то есть может вот из-за этого как бы орхидеем будет лучше плюс он еще знаете теплый то есть он такой всего трогать так держать руками то он теплый поэтому даже мне кажется если такое и каш не буду экспериментировать но если на окне даже поставить возможно не замерзнут корешки вот ну мне кажется что вода должна быть внизу обязательно потому что в данном случае когда мы наращиваем корни комит еще как таковых то нету до что в воду там хлебать прямо их мало не короткие поэтому они должны тянуться к чему-то это вода влага поэтому просто полить слить воду и просушить этот пеноплекс этого будет мало то есть нужно чтобы была влага вот так я так буду делать то есть каждый как бы волен выбирать сам способы наращивания я решила что будет у меня так вот ну кто будет следующий я не знаю по мере как говорится нарезание пеноплекса потому что на это уходит уйма времени все я делаю так аккуратненько квадратики у меня все там одинаковые чуть ли там не по сантиметрику или меньше но чтобы это было эстетично и чтобы они в горшочке там ну знаете прилегали к друг другу так ровненько и ну чтобы лучше было как бы вот поэтому не знаю может быть вот эту посажу потому что не все таки два длинных корешочка и вот они раскуклились тоже тянутся к воде соответственно растут поэтому тоже такую вот удобно ее будет посадить такую посадку возможно вот эту потому что у нее тоже вот уже видите тоже очень уже хорошо вот прям вообще шикардосно пошли корни аккуратно вот кто там еще это еще подержим здесь над водой чуть подлиннее будут хотя опять же повторяю что там тоже будет вода и также она принципе вот здесь видите какие уже то есть сейчас делов только будет в том с какой скоростью я буду нарезать пеноплекс как только я весь нарежу и мне будет его достаточно я буду высаживать по одной ну что там у нас еще недавно я вам показывала же всех так особенных изменений не произошло так вроде все все живы здоровы чтоб только не упала ей вот тут у меня одним корнем она касается чуть-чуть я тоже кстати можно будет посадить смотрю я не знаю вот пошла я резать пеноплекс дел у меня теперь по горло этим пеноплексом если я сегодня как бы нарежу на горшок хотя бы на один то я снова сниму видео и будем сажать тогда с вами все всем спасибо за внимание всем пока